добрый день сегодня мы с вами научимся вязать красивый многоярусный объемный цветок для работы нам потребуется моточек пряжи спицы и иголочка для сборки нам нужно с вами набрать 8 петель я выполняю скользящую петлю одеваем ее на левую спицу и шнурковым способом набираем 8 петель 6 7 и последняя восьмая петля в первом ряду кромочную петлю мы провязываем лицевой далее мы провязываем все петли лицевыми кромочную в конце ряда провязываем изнаночной работу переворачиваем в изнаночном ряду мы кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными кромочную также провязываем изнаночной в следующем лицевом ряду мы кромочную петлю снимаем и далее провязываем лицевые петли конце ряда кромочным провязываем изнаночной снова в изнаночном ряду кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными лепесточек почти готов мы петли должны закрыть закрываем их лицевом ряду провязывая как лицевые закрыли таким образом выглядит наш первый лепесточек продолжаем работу и набираем точно так же 8 петель для второго лепесточка 7 последние в первом ряду мы кромочную петлю провязываем лицевой дальше мы провязываем все петли лицевыми и кромочную в конце ряда провязываем изнаночной работу переворачиваем в изнаночном ряду мы кромочную снимаем и вяжем петли изнаночными мы начали выполнение 2 лепесточка точно таких нужно связать всего 5 продолжаем работу мы заканчиваем 5 лепесточек и петли закрываем закрываем их провязывая в лицевом ряду как лицевые мы с вами выполнили 5 лепесточков теперь мы будем продолжать работу не обрезая нить добирая по 6 петель для следующих пяти лепестков теперь мы набираем 6 петель 5 последняя 6 петли и вяжем точно так же кромочную петлю в первом ряду мы провязываем лицевой далее мы вяжем 4 лицевых петли и кромочную в конце ряда провязываем изнаночной работу переворачиваем в изнаночном ряду кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными в следующем лицевом ряду мы кромочную петлю снимаем и далее вяжем все лицевые кромочные в конце ряда кромочные изнаночной изнаночной по жизнь ряду все петли изнаночные в лицевом ряду на кромочную снимаем и провязываем еще ряд лицевых петель кон Rhodad кромочной изнаночной в изнаночном ряду все петли изнаночные мы заканчиваем лепесточек 1 из шести петель и петли закрываем закрываем всего 4 петли 2 3 4 оставшиеся две петли располагаются на левой спице таким образом выглядит лепесточек из шести петель и мы теперь добираем еще 4 петли и начнем вязать второй лепесточек из шести петель петли набрали первую петлю мы провязываем не снимая провязываем лицевой дальше 4 лицевых кромочная изнаночной работу переворачиваем кромочную мы снимаем и в изнаночном ряду все петли изнаночные мы с вами вяжем второй лепесточек из шести петель всего таких лепесточков мы провязываем 5 продолжаем работу мы закрываем сейчас петли последнего пятого лепесточка из шести петель закрываем мы с вами 4 петли 3 и последние оставшиеся две петли остается на левой спицы получилось мы провязали с вами еще пять лепесточков из шести петель теперь нам нужно будет с вами выполнить еще шесть лепесточков из пяти петель 2 петли у нас есть добираем еще три петли кромочную петлю мы провязываем в первом ряду как лицевую далее вяжем лицевые петли и в конце ряда кромочную провязываем изнаночной работу переворачиваем с изнаночной стороны мы кромочную снимаем и все петли изнаночные в следующем лицевом ряду кромочную петлю снимаем и провязываем 3 лицевых и кромочную изнаночные петли 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 из Лепесточек из 5 петель практически готов, мы должны с вами будем закрыть 3 петли. Закрываем как и раньше, провязывая их лицевыми. Одну закрыли, вторую и третью. У нас снова осталось 2 петли и для выполнения второго лепестка из 5 петель мы добираем еще 3 петли. Добрали кромочную, в первом ряду провязываем лицевой, далее 3 лицевых и в конце ряда кромочная изнаночная. В изнаночном ряду все петли изнаночные. Мы с вами выполняем второй лепесточек из 5 петель, всего таких лепесточков свяжем 6. Продолжаем работу. Мы заканчиваем работу и закрываем 5 петель последнего лепесточка. Закрываем все петли. Точно так же, как и ранее, провязывая их лицевыми. Работу мы закончили. Так выглядят все провязанные наши лепесточки. Теперь нам нужно цветочек собрать. Для того, чтобы собрать наш цветочек, мы хвостик нашей ниточки одели в иглу. И теперь лепесточки от того места, где мы закончили работу, начинаем скручивать. При этом скручиваем вовнутрь лицевой стороной. Вот таким образом. Аккуратненько. Вот если выложилась уже серединка нашего цветочка, чтобы она не потеряла форму, ее сразу зафиксируем. Для этого захватываем нижние кромочные петли лепестков и выполняем стежочки. При необходимости можно прошить с одной стороны до другой. Также аккуратненько захватывая кромочные петли. Серединку зафиксировали и продолжаем скручивать. Мы закончили работу. Получился замечательный, объемный, многоярусный цветочек. При этом цветок, связанный ранее, выложен изнаночной стороной наверх. Выполняйте, как вам больше нравится. Я желаю вам творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...